1 октября по всей стране проводится всероссийская тренировка по гражданской обороне. Утром на бульваре Какуево-Иванове прошел смотр готовности нештатных аварийно-спасательных формирований. Знает ли личный состав свои обязанности, укомплектована ли техника всем необходимым? Пробелов в вопросах безопасности быть не может, ведь чрезвычайные ситуации случаются без объявления войны. Необходимо отметить, что гражданская оборона – это перечень мероприятий и ситуаций, которые связаны как с мирным, так и с военным временем. Поэтому эти формирования, которые здесь находятся, они могут ликвидировать как чрезвычайные ситуации в мирное время, так и применяться при ведении военных действий и при возникновении военных конфликтов. В скорой помощи должны быть в наличии лекарственные препараты для оказания экстренной медицинской помощи при любых неотложных состояниях и травмах. Плюсом к этому – грамотная бригада специалистов и исправное оборудование. У нас есть электрокардиограф для того, чтобы увидеть сердечный риф. Далее есть шприцевой дозатор для того, чтобы автоматически больного, пока госпитализируем, можно было вводить лекарственные препараты. Далее оснащена спинальным щитом, то есть если подозрение на перелом позвоночника, имеются комплекты складных шин, как детские, так и взрослые. То есть любым пациентам мы можем их применить. Ветеринарную дезинфекционную машину в повседневной жизни увидишь нечасто. И это даже хорошо, ведь там, где работает эта техника, уже ЧС. Новый карантинный пост, в котором люди на протяжении долгого времени могут проживать автономно, опробовали в прошлом году. В Шуйском районе была вспышка африканской чумы свиней. Мы сегодня представляем оборудование, которое у нас есть для борьбы с биологической опасностью любой по защите животных. Ранцевые распылители распыляют любой дезинфекционный раствор. Они бензиновые, работают автономно, то есть позволяют повесить на плечи его и оперативно распылять специальные растворы. Новый автомобиль у нас в этом году появился, то есть для более больших объемов можете пройти посмотреть, там специальное оборудование полностью автономное. Также в первый день тренировки проведена проверка системы оповещения областной и муниципальных. 2 октября будут отработаны навыки по ликвидации крупномасштабных ЧС на пожароопасном и химически опасном объектах города Шуя с эвакуацией населения. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. И уже там на самом планшете идет по веткам.